Ребята, всем привет! Сегодня мы продолжаем с вами разбирать учебник Spotlight за восьмой класс. Обязательно попрошу вас подписаться и смотреть мои новые видео. Продолжим. Сегодня разбираем юнит 1 под буковкой D и упражнение первое. Who is who? Кто есть кто? Задание. Read the table. Use the words, phrases from the table to present a famous person to the class. The class guesses who he, she is. Прочитайте табличку. Используйте слова, фразы из таблички, чтобы представить известного человека классу. Класс угадывает, кто он или она. Кто это? Итак, ребята, давайте посмотрим на табличку. Age – возраст. Young – молодой. In his early late twenties. Т.е. в ее или его ранних, поздних двадцатых. Ну, имеется в виду, когда 21 год – это early, 22 – early, после 25 – это уже late twenties. Thirties. Т.е. не обязательно двадцатых, тридцатых и так далее. Далее. Young – older. Младше, старше. Чем он, она выглядит. Look – да? Т.е. младше или старше выглядит младше или старше, чем он есть. Middle age – среднего возраста. Далее. Looks. Как выглядит человек? Good looking – хорошо выглядит. Pretty – симпатичный, beautiful, красивый, handsome, а мужчине красивый. Rather ugly – достаточно уродливый. Head – рост. Rather short. Без раза можно. Да, раза – это достаточно. Достаточно короткий. Quite tall – достаточно высокий. Off average height – среднего роста. Weight – вес. A bit thin – немного худой. Rather plump – достаточно пухлый. Overweight – с перевесом. Skinny – ну, костлявый, очень худой. Thin – худой. Slim – тоже худой. Slim – еще и стройный. Strong – сильный. Muscular – мускулистый. Of medium build – среднего телосложения. Какие могут быть волосы? Волосы могут быть fair – светлые, blonde – понятно, блондин. Dark – темные, ginger – имбирного, рыжеватого цвета. Going grey – седоватые, то есть становятся седыми. Almost bold – почти лысый. White – белый. Келли – кудрявый. Wavy – волнистый. Straight – прямые. Shoulder lengths – длиной по плечи. Long – длинные. Глаза – almond-shaped. Медали видной формы. Duck – темный, small, маленький, green, зеленый, blue, голубые. Далее. Personality – характер. Funny – веселый, hardworking, трудолюбивый, talkative, разговорчивый, friendly, дружелюбный. Эбит – немного, немного, может быть, dull или boring – это скучный. Energetic – энергичный, спортивный, муди. То есть в таком настроении, то есть имеется в виду в более печальном, не в хорошем настроении, если муди. Creative – креативный, shy, робкий, босси. Любит покомандовать, sensible, разумный, impatient, нетерпеливый, humorous, stubborn, упрямый, selfish, эгоистичный, generous, щедрый. Interests – какие могут быть интересы. Photography – фотография, drawing, рисование, sports, sport, making models, model cars, может делать модели машин. Painting – также. Painting – больше как рисование картин, да, художественных. Reading – тоже хобби, чтение, тревелинг, путешествия, cinema, кинотеатр, theater, theater, music, музыка. И давайте пример прочитаем про вот эту вот даму и угадаем, кто это. She was born in 1975. Она была рождена в 1975 году. She is an actress. She is very beautiful. Она актриса, она очень красивая. She is tall and thin with long, dark, straight hair and green eyes. Она высокая, тонкая, с длинными, тенными, прямыми волосами и зелеными глазами. She is generous and energetic. Она щедрая и энергичная. She likes traveling and seeing different parts of the world. Она любит путешествовать и посещать, видеть разные части света. She played Lara Croft. Она играла Lara Croft. Who is she? Кто это? Ну, наверное, это Анджелина Джоли, да? Yes. Далее. Второе. Comparative and superlatives. Сейчас мы будем изучать степени сравнения. Посмотрите. Study the table. Выучите табличку. Are there similar structures in your language? Есть ли подобные структуры в вашем языке? Ребята, у нас дано прилагательное. Дано его сравнительная и превосходная степень. То есть clean – это сейчас мы говорим о коротких прилагательных и наречиях. Clean – чистый. Чище. Сравнительная степень. Clean – не. Прибавляем окончание. И – а. И – а. Clean – не. И – самый чистый. Обязательно прибавляем the – артикль. И окончание – as – the cleanest. Далее. Big – bigger – the biggest. Заметьте, если слово краткое заканчивается на согласную, то мы эту согласную в конце удваиваем. Просто чтобы не изменить произношение слова. Big – удваиваем букву G на конце. Big – the biggest. Далее. Funny – веселый. В данном случае слово короткое, но слово заканчивается на букву Y. И когда слово заканчивается на букву Y, мы должны запомнить, что мы эту букву обвиняем на букву I. Funny – веселее. The funniest – самый веселый. Далее. Также nice. Нет надобности прибавлять окончание I. А. Так как буква I уже есть, мы ее просто в конце оставляем, и прибавляем одну букву A. Nicer – the nicest. Hard – harder the hardest. Усердный – усерднее. Самый усердный. Или тяжелый – тяжелее самый тяжелый. Что касается длинных прилагательных. Да? Long – adjectives. Посмотрите. Exciting and clearly. Волнующий и ясный. Если дело касается длинных прилагательных, то мы в сравнительной степени прибавляем слово more – more exciting, more clearly. И в превосходной степени мы прибавляем the most. Далее. Неправильные. То есть слова-исключения. Да, есть несколько слов-исключений, которые нужно просто запомнить. Good или well мы меняем на лучшее, скажем, better – самый лучший – the best. Bad – плохой. Хуже – worse. Самый худший – the worst. Much – many. Много. Больше – more. Из всех больше – the most. Также далеко – far further или farther. И также – the furthest – the furthest. Ребята, это достаточно сложное правило. И правило я еще вынесу отдельным видео пояснения. А теперь пока перейдем к следующему упражнению. Look at the pictures and use the adjectives below and or any of the language in exercise 1 to compare the people. Итак, посмотрите на картинки и используйте прилагательные ниже или любые прилагательные из упражнений первого, да, вот этого, что у нас по левую руку, чтобы сравнить людей. И смотрим, например. Сью выше, чем Сара. Да, но Сэлли самая высокая. Кто-то, думаешь, самый дружелюбный. Я думаю, Сью выглядит самой дружелюбной. А теперь также мы должны использовать все остальные прилагательные. Итак, ребята, давайте обратимся к примеру, который вы можете придумать. Посмотрите, я его написала вам слева. Сью is slimmer than Sarah. Yes, but Сэлли is the slimmest. Who do you think is the oldest? Probably Sarah is the oldest and Sally is the youngest. Ребята, пожалуйста, если вы можете сделать это сами, то придумайте свои предложения, потому что еще остались прилагательные, такие как dark, темный, short, короткий, низкий. А теперь перейдем к четвертому упражнению. Read the examples, then complete the gaps with the correct form of the adjectives in brackets. Which shows that? Итак, прочитайте примеры. Затем заполните пропуски правильной формой прилагательного в скобках. Что показывает, который из них показывает, что одна вещь зависит от другой, кто-то или что-то меняется постоянно, есть сходства между двумя людьми, есть различия между двумя людьми. Давайте посмотрим, как мы должны были вставить. Итак, number one. Первое. Adam is twice as funny as sin. Adam дважды такой же веселый, как sin. То есть funny мы оставляем, потому что выражение as funny as, такое же как. Второе. Actually, 7.30 is the earliest. То есть вот, да, вставляем на место пропуска. Просто тут виднее, поэтому я это написала тут. На самом деле, 7.30 – это самое раннее, когда я могу с тобой встретиться. The earliest – превосходная степень. Третье. Harry is the most popular boy in the school. Гарри – это самый популярный мальчик в школе. Многосложная прилагательная превосходная степень. Четвертое. The more he said, the angrier I felt. Чем больше он говорил, тем больше я себя чувствовал злым. Итак, more – это слово исключение. Далее. Пятое. John isn't as good-looking as his brother. Джон не такой симпатичный, как его брат. As, as – ничего не меняем. Такой как. Далее. Шестое. Thanks so much for the flowers. Спасибо за цветы. It's the least I could do. Это самое маленькое, что я мог сделать. Ребята, то есть слово the least – это исключение. У вас его почему-то нет в правиле, поэтому я вам сама его напишу, потому что, возможно, оно пригодится. Little, less и the least – это слово исключение. Маленький меньше всех. Самый маленький. Итак, и последнее. The sooner the better. Чем раньше, тем лучше. И слово well – это тоже исключение. Меняем на better. А теперь обратимся к вопросу. Какое из этих утверждений показывает, что one thing depends on another thing. Одна вещь зависит от другой вещи. Итак, в данном случае мы можем сказать, что это четвертое. Чем больше он говорил, тем больше я раздражался. Четвертое. Ребята, и седьмое. Тоже седьмое подходит. Чем раньше, тем лучше. Далее. Кто-то постоянно изменяется. Посмотрим на восьмое. Чем больше он говорил, тем злее я становился. Тоже подходит к второму. Кто-то постоянно изменяется. Далее. Сходство между двумя людьми. Давайте посмотрим на пятое. Джон не такой хороший, не такой симпатичный, как его брат. Далее. Различия между двумя людьми. Это первое. То есть Адам в два раза такой же веселый. То есть имеется в виду в два раза веселее, чем син. Хорошо. Давайте перейдем, ребята, к следующему упражнению. Номер пять. Talk about family members. Use comparatives to palatives. Поговорите о членах вашей семьи. Используйте сравнительную и превосходную степень. Итак, читаем на пример. Мой папа выше, чем моя мама и толще. Чем старше становится мой брат, тем более он становится упрямым. И давайте посмотрим на пример, который вы бы могли сами придумать. Итак, например. Моя мама более разговорчивая, чем мой папа. И последнее. The older my sister gets, the more beautiful she becomes. Чем старше моя сестра, тем более она красивая становится. Ребята, упражнение шестое. Послушайте двух друзей, которые описывают людей на картинках. Пронумеруйте людей в соответствии с услышанным описанием. По порядку, да? Как имя каждого человека. В аудиозаписи, ребята, сначала шла речь про Лору Смит, потом про Роджера, потом про Миссис Джонс и в самом конце про Билла. Перейдем к седьмому упражнению. Relationships. Отношения. Check these words in the word list. Проверьте слова в списке слов. Use them to complete the sentences 1-8. Используйте их, чтобы complete заполнить предложение с первого по восьмое. Итак, ребята, смотрим. Номер один. We all have the same lessons. We are classmates. У нас у всех одинаковые уроки. Мы одноклассники. Ребята, пожалуйста, проверяйте за мной написание. Я в спешке могу ошибиться. Слишком много материала просто. Номер два. И не забудьте, конечно же, подписаться на мой канал. I don't know him well. He is just an acquaintance. Я не знаю его хорошо. Он просто... Это просто было знакомство. Он просто знакомый. Третье. He works with my dad. They are colleagues. Он работает с моим папой. Они. Коллеги. О чем я говорила. Пропущена у меня одна буква. Colleagues. Далее. Четвертое. She is my uncle's wife. She is my aunt. Она жена моего дяди. Она моя тетя. Пятое. They live next door. Они живут в соседях. They are our neighbors. Они наши соседи. Next door. То есть в следующем доме. В следующей двери. Так сказать. Мы переводим как в доме. Далее. Шестое. She is the woman who has married my father. Она женщина, которая вышла замуж за моего папу. She is my stepmother. Она моя мать. Седьмое. She is the daughter of my sister. Она дочь моей сестры. She is my niece. Она моя племянница. Niece. Восьмое. He is the son of my mother's sister. He is my mother's nephew. Он сын моей сестры, моей мамы. Он племянник моей мамы. Далее, ребята. Восьмое. Наречие степени. Read the adverbs of degree. Read the table. Прочитайте таблицу. Are there similar structures in your language? Есть ли похожие структуры в вашем языке? Итак. Большая степень. Large degree. Very really. Очень реально. Например. Sally is very helpful, but can be really bossy at times. Sally очень много помогает, но может реально много командовать временами. Средняя степень. Pretty. Quiet. She is pretty generous. Она достаточно щедрая. Quiet – это тоже достаточно щедрый. И отрицательная степень, negative degree. A bit, a little. Немного. She can be a bit impatient at times. Она может быть немного нетерпеливой временами. Итак. Talk about people you know as in the example. Поговорите о людях, которых вы знаете, как в примере. Читаем пример. Have you met our neighbor? Ты уже встречался с нашим новым соседом? Not yet. Have you? Еще нет. А ты? Yes. I ran into him last week. Я наткнулся на него на прошлой неделе. So, what's he like? Ну и какой он? He is very friendly, but he can be a bit stubborn at times. Он очень дружелюбный, но он может быть немного упрямый временами. Итак, ребята. Ребята, вот пример. Наверху. What's your new classmate at school like? Какой твой новый одноклассник в школе? Well, he is quite serious and very helpful. Well, он достаточно серьезный и очень сильно мне помогает. Это хорошо. yes, да, но он может быть немного нестерпеливым временами. Итак, ребята, давайте посмотрим далее. study skills, навыки учения, understanding idioms. Это особые фразы, которые имеют свое собственное значение. Например, когда мы говорим, что что-то, a piece of cake, кусочек пирога, мы имеем в виду, что это очень легко. Идиомы. Если вы выучите, как использовать идиомы, ваш английский будет гораздо более разноцветным и натуральным. Но имеется в виду, английский язык у вас будет на более высоком уровне. И действительно, когда говорим a piece of cake, it's a piece of cake, то есть мы имеем в виду, что это очень легко. So, idiомы. Девятое. Match the idioms to the pictures. Try to guess their meaning. Check. В общем, are there similar idioms in your language? Соедините идиомы с картинками, проверьте их значение в дополнении к учебнику, в приложении третьем. И есть ли такие же идиомы в вашем языке. Например, To speak one's mind – высказывать свое мнение. Второе. To be a pain in the neck – быть болью в шее. Это такое английское выражение под буковкой F. Далее. To get on someone's nerves – действовать кому-то на нервы. Буковка I. Далее. To drive someone's crazy – доводить кого-то до сумасшествия. Буковка C. Далее. To hold one's tongue – держать язык за зубами. Буковка A. To break the ice – нарушить молчание. Заговорить. Это B. Ну, здесь, как вы видите, у нас просто картинки в прямом смысле, а идиомы у нас описывают переносный, некий переносный смысл. Итак, перейдем к заданиям под буковкой B. Use the iderms to complete the sentences. Используйте идиомы, чтобы заполнить предложение. He wanted to tell her secret, but decided to hold his tongue now. For now. Он хотел рассказать ее секрет, но решил держать язык за зубами сейчас. Второе. If you disagree with something, they say, don't be afraid to speak your mind. Если ты не согласен с чем-то, они говорят, что ты должен не бояться высказывать свое мнение. Третье. Will you turn that music down? Ты убавишь эту музыку? It's driving me crazy. Она сводит меня с ума. Четвертое. That woman is a real pain in the neck. She never stops complaining. Эта женщина по-настоящему боль в шее. Она никогда не прекращает жаловаться. Пятое. Penny really gets on my nerves. She thinks she is so clever. Пенни реально действует мне на нервы. Она думает, что она такая умная. Шестое. She told us a funny story to break the ice at the meeting. He. Он рассказал нам веселую историю, чтобы прервать молчание на встрече. Десятое. In pairs use the idioms in exercise 10 in short exchanges. В парах используйте идиомы из упражнений 10 для коротких реплик. И, например, I can't stand John. Yes, he is a pain in the neck. Я не могу терпеть Джона. Да, он боль в шее, так сказать. Итак, пример. Посмотрите, ребята. Пример я привела вам слева. Karen is so confident. She really speaks her mind. Karen такая уверенная в себе. Она всегда высказывает свое мнение. Yes, but sometimes she should hold her tongue so as not to hurt one's feelings. Да, но иногда ей следует держать язык за зубами, чтобы никого не обидеть. Ребята, я вас прошу сделать свой мини-диалог, свои короткие реплики, потому что эти реплики уже будут у всех, да? И лучше, если вы сможете написать что-то свое. Итак, лучше, если вы сможете написать что-то свое. Итак, переходим к секции под буковкой И. Writing skills. Навыки писания. И сразу перейдем к первому заданию. Приветственные открытки. Greeting cards. Look at the cards A, H and describe the pictures. Посмотрите на картинки под буковками A и H и опишите картинки. When do we usually send such messages? Когда мы такие сообщения подсылаем. Read the box and check. Прочитайте, ну, некую вот эту вот коробочку и проверьте. Итак, greeting cards are types of messages which we send to someone too. Приветственные открытки – это виды сообщений, которые мы посылаем кому-то, чтобы Congratulate them – поздравить их. With them happy birthday – пожелать счастливого дня рождения. Express sympathy – выразить эмпатию. With them good luck – пожелать удачи. They are normally short and friendly. Обычно они короткие и дружелюбные. Упражнение второе. Match the greeting cards to the situations. Соедините приветственные открытки с ситуациями. Итак, номер один. Someone has just had a baby. Кто-то только что родил ребенка. Это и. Congratulations on your new arrival. Поздравление с вашим новым… с прибавлением. Второе. Someone wants to show that they are grateful. Кто-то хочет выразить свою благодарность. Буковка H. Thank you. Просто thank you, да? Третье. Two people are getting married. Два человека женится. Это у нас B. Best wishes for your future together. Наилучшие пожелания совместного будущего. Далее четвертое. It's someone's birthday. Чьё-то день рождения. Под буковкой C. Many happy returns. Далее. Пятое. It's Christmas. Под буковкой F. Рождество. Season's greetings. Как бы сезонные, да? Поздравления. Поздравления с праздниками. Шестое. Someone is celebrating the day they got married. Кто-то празднует день, когда они поженились. D. Happy anniversary. То есть годовщина. Счастливая годовщина. Далее. Седьмое. Someone is in hospital. Кто-то в госпитале. Это буковка A. Get well soon. Выздоравливай скорее. И последнее восьмое. Someone is living in university. Кто-то выпустился из университета. Это G. Well done. Молодчина. Итак, ребята. Третье задание. Read the message below. Прочитайте сообщение ниже. Which card A.H. Does it belong to? К какой открытке оно принадлежит? Why did Janet write it? Почему Janet написала это? Итак. Dear Helen. How are you? I just heard about your car accident. Дорогая Helen. Как дела? Я только что услышала о твоем инциденте. Ну, то есть о каком-то несчастном случае с машиной. Инциденте с машиной. I hope it wasn't too serious. Надеюсь, это не было слишком серьезно. I'm sure you will be back on your feet in no time. Я уверена, что ты скоро встанешь на ноги. Hugs and kisses. Обнимание и поцелуи. Janet. Ребята, ну, понятно, что это относится к открытке Get well soon. Выздоравливай. К первой открытке. И Janet, почему она написала это? Janet wrote it because someone was in hospital probably. Да? Someone was in hospital. Кто-то был в... Точнее, не someone, а Helen. Helen was in hospital. Кто-то был в больнице. Или кто-то был... Кому-то был причинен какой-то ущерб, ранение. Someone was hurt. Кто-то был ранен. Informal style. Давайте разберем неформальный стиль. Read the theory box. Прочитайте теорию. Find examples in the message in exercise 3. Приведите примеры в сообщении из упражнения 3. Итак, неформальный язык характеризуется использованием. Итак, short opening and closing remarks. Короткими открывающимися и закрывающимися ремарками. Например, hi, see you, see you, Tom. Привет, see you, увидимся, Tom. Abbreviations. Аббревиатурами. I'm. Да? То есть кратко. Colloquial phrases, verbs, idioms, and everyday English. Какими-то фразовыми, глаголами, идиомами и повседневным английским. То есть разговорным английским. Например, what's up? Как дела? Далее. The imperative. Повелительным наклонением. Do come. Приходи. Informal linkers. Неформальными какими-то соединительными словами. And so not. Далее. Пятое. Read the cards below. Why have the people written them? Find examples of informal style compare with your partner. Прочитайте открытки ниже. Почему люди их написали? Найдите примеры неформального стиля. Сравните их со своим партнером. Давайте посмотрим. Hi, Tony. Well done. I wish you all the success in the world. Good luck in your new position. All the best, Jane. Привет, Tony. От молодчина. Я желаю тебе успеха в этом мире. Удачи на твоей новой позиции. И всего наилучшего, Jane. Ребята, это всего скорее относится к получению новой должности или новой позиции. Или к тому, что человек нашел новую работу. Далее. Hi, Neil. How's it going? I'm happy to hear you are coming to visit my town. Let's get together. Give me a ring when you arrive. Catch you later. Greg. Привет, Neil. Привет, Neil. Как дела? Я счастлив услышать, что ты приезжаешь меня посетить в мой город. Что ты приезжаешь посетить в мой город. Давай встретимся. Будем на связи. Позвони мне, когда ты прибудешь. Словимся. Greg. Далее. Это явно неформально. Hey. Итак, ребята, что касается пятого упражнения, то мы смотрим на аббревиатуры, на короткие фразы, на фразовые глаголы, на идиомы. Да, и на приветственные выражения. Hi, и на закрывающие ремарки. See you, и так далее. Итак, шестое. Complete the sentences with the words in the list. Дополните предложения словами из списка. Which sentences would you find in a card to someone who? Какие предложения вы найдете в открытке кому-то кто? Is moving to another place? Переезжает. Had an accident, у которого был какой-то несчастный случай. Got his third degree. Получил образование. Is celebrating birthday. Празднует день рождения. Has a family problem. Имеет семейную проблему. Давайте разбираться. Итак, первое. I'm sorry. Please know you are in my thoughts. Мне очень жаль. Пожалуйста, знай, что ты в моих мыслях. Это больше подходит, когда был какой-то accident. Далее. Второе. Get well soon. Wishing you a speedy recovery. Recovery. Поправляйся. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Это тоже, ребята, да? Похоже, что на какой-то accident. Далее. Первый может быть, кстати, family problem. Тут не особо понятно. Третье. Congratulations on your success. Поздравляем с твоим успехом. We are all proud of you. Мы все гордимся тобой. В данном случае это может быть получение какого-то образования, степени. Далее. Goodbye and good luck. Пока и удачи. The school won't be the same without you. Школа не будет такой же без тебя. Тоже похоже на какое-то поздравление с окончанием школы, да? Или, может быть, переездом. Скорее всего, переездом ответим. Далее. Have a great day, full of surprises and fun. Замечательного дня, полного сюрпризов и веселья. Ну, это уже похоже на birthday, день рождения. Ребята, так, относим первое к family problem. Второе – к accident, к инциденту. Третье – к getting a degree, получение степени. Далее, четвертое – к переезду. И пятое – тогда мы отнесем к дню рождения. Седьмое. Change the email to a short greetings card. Измените email на короткую приветственную открытку. Dear Matthew, I would like to wish you happy birthday. And I would like to thank you for inviting me to your party next week. Dear Matthew, я желаю тебе счастливого дня рождения. И я хотела бы поблагодарить тебя за приглашение на твой праздник на следующей неделе. I will definitely be there and I look forward to seeing you and your family. Я точно буду там. Я ждусь с нетерпением, чтобы увидеть тебя и твою семью. Твой пол. Как мы это можем переделать? Ребята, надеюсь, вам видно. И, кстати, не забудьте обязательно подписаться на канал, чтобы не потеряться. Смотрите меня в следующем году. Итак, hi, Matthew. Привет, Matthew. Happy birthday. Cheers for inviting me to your party next week. I will definitely come. Can't wait to see you all. Love, Paul. Приветственные фразы, сокращение, заключительные фразы. Итак, далее. Writing. Письмо. Нам нужно восьмое составить портфолио. A friend of yours has won a scholarship to study at a summer school. Ваш друг выиграл стипендию, чтобы учиться в летней школе. Write greeting cards to congratulate your friend. Напишите открытку, чтобы поздравить своего друга. Используйте открытки из упражнений третьего и пятого как модель. И у вас должно быть не менее 30-40 слов. Ребята, я уже сделала это за вас. Давайте посмотрим, как можно примерно написать. Dear Irina, дорогая Ирина, congratulations on winning the summer school scholarship. Поздравляю, что ты выиграла школьную стипендию, летнюю стипендию. I'm sure you'll enjoy studying and living in Dublin. Я уверена, что ты будешь наслаждаться обучением и жизнью в Дублине. Best of luck with everything. Удачи во всем. We'll be thinking of you. Буду думать тебе с любовью, Иван. Например, ребята, пожалуйста, измените некоторые фразы, имена, чтобы это получилось конкретно в ваш текст. А теперь перейдем к девятому упражнению. Read the joke. What can the answer be? Прочитайте шутку. В чем может быть, какой может быть ответ? Итак, what did you get for your birthday? Что ты получила на день рождения? Ребята, ну тут уже есть ответ. Вот внизу another year, еще один год. То есть может быть ответ, что I've got another year older. То есть я получил, я стала старше на один год. Получила на день рождения еще один год. I've got another year older. А теперь, ребята, перейдем с вами к модулю 1 под буковкой F, use in English, in use. Английский в использовании, в разговоре имеется в виду. Word formation, слово образование. Итак, read the theory box. Прочитайте теорию. Are these similar types of formation in your language? Есть ли какие-то подобные типы словообразования в вашем языке? Итак. We use the following suffixes with nouns or verbs to form adjectives in English. Чтобы сформировать прилагательные в английском языке, мы используем с существительными и глаголами следующие суффиксы. Смотрим. Существительными. Fool, use, useful. Использовать полезный. All, magic, magical. Магия, магический. Ik, optimism, optimistic. Оптимизм, оптимистичный. Ish, self, selfish. То есть, сам, эгоистичный. Less, help, helpless. Помощь, беспомощный. Lee, friend, friendly. Друг, дружелюбный. Aus, fury, furious. Ярость, яростный. И с глаголами able, rely, reliable. То есть, полагаться. Человек, на которого можно положиться. Reliable. It, bore, как бы скука, bored, скучный. Или скучный, скучающий. Далее, bo, boring. Точнее, bored, скучающий. Boring, скучный. Sense, это разум. Sensible, разумный. If, act, то есть, играть, active. Или act, это действовать. Active, активный, действующий. Итак, B. Form adjectives from the words in bold. Сформируйте прилагательные из слов, выделенные жирным шрифтом. Check in your dictionary. Проверьте по словарю. In pairs, answer the questions. Ответьте на вопросы в парах. Ребята, я буду писать слова рядом, чтобы вам было понятно. Итак, the most attractive actress. Самая привлекательная актриса. The most successful musician. Самый успешный музыкант. Итак, ребят, третье. The best traditional dish. Самое лучшее традиционное блюдо. Четвертое. The worst romantic TV series. Самый худший романтический сериал по TV. Пятое. The most stylish outfit. Самый стильный прикид, так сказать. Шестое. The most careless mistake you've made this week. Самая беззаботная, беспечная ошибка, которую ты сделала на этой неделе. The most optimistic friend of yours. Самый оптимистичный твой друг. Восьмое. The most educated person you know. Самый образованный человек, которого ты знаешь. Девятое. The best thing to do on a rainy day. Какая самая лучшая вещь, чтобы делать в дождливый день. The most boring film you've ever seen. Самый скучный фильм, который ты когда-либо видел. The least enjoyable holiday you've ever had. Отпуск или праздник, которым ты наслаждался меньше всех. И двенадцатое. The most horrible food you've ever tasted. Самая ужасная еда, которую ты когда-либо пробовал. Итак, номер один. I think Angelina Jolie is the most attractive actress. Я думаю, Angelina Jolie – самая привлекательная актриса. То есть вы должны еще и ответить на вопросы. Я думаю, всегда мы говорим, как и в примере. I think кто-то-кто-то is the most successful musician. То есть не нужно ничего менять. Так и говорим. Я думаю. Меняем только имя. Анжелина Jolie на что-то еще. И говорим. Is the best traditional dish. Is the worst romantic TV series. И так далее. Dependent prepositions. Зависимые предлоги. Итак, fill in, check in appendix 2. Заполните предлоги и проверьте в приложении 2. Mr. Jacobs is a very popular with her students. Mrs. Jacobs очень популярная среди ее студентов. Helen is very nervous about starting at her new school. Helen очень нервничает по поводу того, что начинает обучение в новой школе. You shouldn't be jealous of other people's success. Ты не должен завидовать успеху других людей. Rania is very fond of her young niece. Rania очень увлечена ее маленькой племянницей. I'm quite keen on maths. Я достаточно увлечен математикой. Шестое. She is good at drawing. Она хорошо рисует. Седьмое. Надя is quite proud of her brother's sporting achievements. Надя достаточно горда спортивными достижениями своего брата. They are very close to their parents. Они очень близки со своими родителями. Восьмое. I'm not very patient with stubborn people. Я не очень терпелив с упрямыми людьми. Используйте фразы, выделенные жирным шрифтом, чтобы поговорить о людях, которых вы знаете. Например, the coach of my football team is very popular with all the players. Тренер по моей футбольной команде очень популярен среди игроков. Ребята, опять же, в качестве примера, пожалуйста, не копируйте предложения. Хотя вы несколько слов поменяйте. Все эти предложения вы видите на экране. И это как подсказка, но я всегда вас прошу поменять что-то и добавить что-то свое. Чтобы не повторяться. Потому что, повторяю, несколько человек сделают одинаково. Такие примеры даны в книге для учителя. Поэтому пытайтесь изменить хотя бы имена. Итак, а теперь поехали дальше. Put the verbs and brackets into the correct tense. Поставьте глаголы в скобках в правильное время. Hi, Jane. Привет, Jane. I'm writing to thank you for the lovely card and flowers you sent me last week when I was ill. Привет, Jane. Я пишу, чтобы поблагодарить тебя за прекрасную открытку и за цветы, которые ты мне послала на прошлой неделе, когда я болел. Далее. It was very kind of you, and they arrived just when I was feeling low, and so they really cheered me up. Это было очень по-доброму с твоей стороны, и они прибыли, когда я чувствовала себя очень плохо, и они меня взбодрили. Was feeling past continuous tense. Да? Прошедшее continuous время и чеек просто прошедшее. I'm much better now, and I... Мне гораздо лучше сейчас, и я... Ребята, здесь мы пишем... Have been already. Так, я вам, пожалуй, вынесу это на поля, чтобы было понятнее. Я уже в школе пару дней. I have an awful lot of schoolwork. У меня ужасно много школьных заданий. Далее. I have never been so busy. Я никогда не был так занят. I have never been. Как и в предыдущем время. Present perfect. I have never been for the last two nights. Последние две ночи. I have been studying. Present perfect continues. Have been studying. Until midnight to try and catch up. Я учился до полуночи, чтобы подтянуться. Anyway, thanks again. В любом случае, спасибо с любовью, Клэр. И последнее задание. Работайте в парах. Возьмите роли Джейн и Клэр. Используйте текст из упражнения четвертого, чтобы разыграть телефонный разговор. Ребята, на этом наш этот урок заканчивается. Встретимся с вами в следующем модуле. И не забудьте подписаться. Всем счастливо, удачи. Всем пока.